На новой земле появятся солнечные панели и ветрогенераторы. Научные экспедиции на Арктическом архипелаге будут обеспечены экологически чистой энергией. Оборудование альтернативной энергетики уже готовится к отправке на мыс желания. Ветрогенераторы, солнечные панели, аккумуляторы и управляющие устройства доставлены в офис национального парка и ожидают отправки в Арктику. Использование системы альтернативной энергетики, как ожидается, полностью обеспечит опорный пункт парка зеленой электроэнергией. Предполагается, что это позволит не только сократить выбросы в атмосферу, но и даст заметный экономический эффект. Опорный пункт мыс желания национального парка «Русская Арктика» находится на одноименном мысе острова Северный архипелага Новая Земля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 400 военнослужащих по контракту будут направлены для прохождения военной службы на Центральном полигоне России на архипелаге Новая Земля. Туда уже прибыла первая команда весеннего призыва из 90 человек. Основная часть прибывшего выполнения призвана военным комиссариатом Архангельской области, на территории которой расположен Центральный полигон. Там созданы комфортные бытовые условия жизни для личного состава. Ранее в военном ведомстве заявляли, что увеличение российской группировки военнослужащих в Российской Арктике является приоритетной задачей для обеспечения безопасности региона. 1 июля из Архангельска стартовала молодежная экспедиция «Арктический плавучий университет-2015, постигая русскую Арктику». В путешествии принимают участие 58 человек из 7 стран мира – России, Финляндии, Дании, Германии, Испании, Бразилии и Канады. В экспедицию молодые ученые и студенты по традиции отправятся на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» по маршруту Архангельск, Соловки, остров Калгуев, мыс Белый Нос, поселок Варнык, Русская Гавань, мыс Желания, остров Чами, остров Хейса, остров Гукера и остров Сосновец. Исследовательская программа Арктического плавучего университета включает в себя комплексный мониторинг изменений растительного покрова арктической тундры переходных зон в условиях изменения климата, изучение историко-культурного наследия территории нацпарка «Русская Арктика», оценку состояния и степени загрязнения локальных островных территорий бывшей хозяйственной деятельности, изучение видового разнообразия животных организмов и популяции на архипелагах «Новая земля» и «Земля Франции Осипа» и прилегающих акваториях. Участников седьмого по счету рейса плавучего университета ждут лекции, семинары, зачетные сессии. Экспедиция продлится до 22 июля. По итогам полевых исследований будет подготовлен научный отчет. Коллективная статья пройдет научно-практическая конференция. Компания «Сургутнефтегаз» в 2018 году планирует ввести в разработку в Ненецком автономном округе два месторождения. Об этом заявил глава компании Владимир Богданов на годовом собрании в Сургуте. Компания готовит к вводу Ненецкое и Западно-Саратаюзское месторождения. Ранее Богданов сообщал, в ходе геологоразведочных работ компания в прошлом году прирастила на своих участках в Ненецком автономном округе почти 40 миллионов тонн нефти. «Сургутнефтегаз» в НАУ принадлежит 7 участков, на которых ведутся геологоразведочные работы Северолоевожский, Ненецкий, Западно-Саратаюзский, Саратаюзский, Симаюзский, Камыгинский и Коробовский. «Сургутнефтегаз» — четвертая по величине интегрированная нефтяная компания «Россия» и центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Парламентарии Северо-Запада хотят обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с вопросом о чистой воде. Такое решение было принято на заседании Президиума Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которое прошло в Наринмаре. Представители законодательных органов намерены просить премьера рассмотреть вопросы финансирования мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод в регионах и внесения изменений в федеральную целевую программу «Чистая вода». Вопрос на заседании Президиума поднял председатель Мурманской областной думы Михаил Ильиних. Он, в частности, отметил, что предлагается не только пролонгация самой программы, но и увеличение средств для проведения мероприятий в ее рамках. Тех средств, которые выделялись по программе «Чистая вода», до этого года явно недостаточно, отметил Михаил Ильиних. Средства распыляются по регионам, в итоге в каждом из них сделать хоть что-то по программе не представляется возможным из-за малого финансирования. А у самих регионов зачастую на реализацию своей части этой программы даже нет денег. Парламентарии просят пересмотреть процентное соотношение финансирования мероприятий по программе. Михаил Ильиних привел в пример ситуацию с чистой водой в Мурманской области. «У нас есть населенные пункты, где постоянно возникает проблема с чистой водой. Периодически закрывают ее подачу в водопроводе из-за плохого качества, и приходится организовывать подвоз воды», — рассказал председатель Мурманской думы. Администрация Ненинского автономного округа планирует уже в июле этого года привлечь кредитные ресурсы, сообщил на еженедельном совещании при губернаторе руководитель департаментов финансов Владимир Планк. По состоянию на 29 июня осталось менее 900 миллионов рублей. 17 июля состоится первый аукцион по привлечению кредитов. Как отметил заместитель губернатора, кредиты — это вынужденная мера, связанная с дефицитом окружного бюджета. По предварительным расчетам, в 2016 году бюджет округа сможет себе позволить расходы не более чем в 15,5 миллиардов рублей. В 2015 году с учетом корректировок расходная часть утвержденного бюджета составляет более 19 миллиардов. Вице-губернатор также предупредил на совещании руководителя ресурсоснабжающих организаций, что объем субсидий на возмещение затрат по регулируемым видам деятельности в 2016 году увеличен не будет. В основном это касается организаций, занимающихся тепло-электроводоснабжением и водоотведением. В поселке Харп приуральского района полным ходом идет строительство рыборазводного завода на берегу реки Собь. В конце июля на Ямал прибудет основное технологическое оборудование, в августе начнется его монтаж. Еще в прошлом году за счет использования современных технологий разработчики более чем в два раза увеличили первоначальную проектную мощность. До 100 миллионов мальков сеговых видов рыб ежегодно, без увлечения площади самого объекта. Планируется, что вначале специалисты завода займутся разведением мальков муксуна, чирай и пеледи. Технология производства на стадии разработки совершенствовалась. Между тем, реализация подобного проекта в Арктическом регионе – само по себе инновация. Этот завод станет самым крупным в России. Основная задача в ближайшее время – подготовить главный корпус завода к приемке оборудования. Прогноз экспертов проекта рыборазводного завода в поселке Харп говорит о том, что первые результаты производства, то есть промышленный возврат, можно ожидать через 7-8 лет. В общем итоге территория всего Обского бассейна будут снабжены молодью сеговых видов рыб. В Холмогорском районе планируют создать первые в Архангельской области лесные плантации по промышленному выращиванию клюквы. Для получения посадочного материала потребуется построить лабораторию для клонального микроразмножения лесных ягод и тепличный комплекс, а также найти инвесторов, готовых вложиться в необычный проект. Планируется, что сейчас на Архангельское болото высадят примерно 10 миллионов саженцев, которые будут выращены в специальной лаборатории. Ее, а также тепличный комплекс планируют создать в Холмогорском районе. Всего на эти цели будет потрачено около 150 миллионов рублей. Правда, пока еще точно не решено, где конкретно в Холмогорском районе будет размещена лаборатория для клонирования саженцев. Сейчас рассматриваются варианты ее создания на базе отдыха Беломорец и племзаводе Копачева. Одна из главных задач появления ягодных плантаций в регионе – получить в максимально короткие сроки десятки миллионов саженцев клюквы. Подобный опыт есть в Костромской области, где и начали заниматься культивированием дикорастущих ягод. Отмечу, что бизнес, основанный на сборе лесных даров, уже есть в Архангельской области. Правда, пока он не разросся до статуса крупного. В основном это малые и средние предприятия. Например, в Устьянском районе действует небольшой заводик по производству натуральных соков. Но продукции он выпускает совсем немного, распространение идет только по регионам. Такие же производства есть и в соседних районах. Однако пока ягодный концентрат он не использует импортный, предпочитая собирать клюкву традиционным способом и для себя.